Приветствую всех зрителей! Сегодня у нас в Mi-24P в Digital Combat Simulator и рассмотрим всякие советы и то, что не вошло в те видео, где-то я забыл, допустил неточности и так далее. В общем, небольшое дополнение по данному вертолёту. И первое, с чего мы начнём, это с автопилота, взлёта, весения и так далее, всё, что с ним связано. На, как вы знаете, вот здесь на панели автопилота у нас включаются различные каналы автопилота и при старте, если вы будете замечать, у вас не включен канал направления. Когда вообще он включается? То есть, если вы планируете именно выруливать со своего стояночного места, то канал направления лучше не включать. То есть, по правилам он включается только непосредственно при взлёте, потому что в тот момент, когда вы его включите, вертолёт при взлёте будет соблюдать, автопилот пытаться удерживать именно этот курс. А вот если вы, например, с педалями не очень дружите и хотели бы, или вообще у вас нет педали, а есть только джойстик, то как раз-то вот данный автопилот очень хорош для того, чтобы взлетать, потому что педалями не надо работать, за вас будет работать автопилот. Кроме того, по педалям ещё что хотелось сказать, здесь я вывел индикатор и вот посмотрите, я сейчас делаю полный ход педалями, например, влево или вправо, но давайте вправо до упора. И видите, как медленно двигается на самом деле положение педалей в симуляторе. Почему так? Потому что есть так называемый демпфер педали, это сделано для того, чтобы если пилот резко начал шурудить педалями, то в реальном вертолёте у него может повредить хвостовую балку, потому что винт резко создаст тягу, вертолёт инертный и балка может или влево или вправо начать скручиваться, или там повреждаться, трещать усталость и так далее. Но если вы реально хотите, чтобы винт стал отзывчивее, то здесь есть демпфер педали. Ещё раз давайте я без демпфера, до упора резко их нажму и вы видите, как медленно они идут. И теперь я убираю демпфер и опять до упора нажимаю. Видите, что скорость где-то в два раза больше, поэтому если вы хотите прям, скажем так, пилотировать на максимуме, то вот здесь вот демпфер педали. Ну и также, если вы хотите полностью почувствовать вертолёт, отключайте все каналы и пробуйте взлетать. В принципе, это вроде как разрешается даже по руководству лётной эксплуатации и можно, скажем так, максимально на ручке тренировать свои навыки. Ну и теперь давайте я как раз-то покажу взлёт со включённым каналом автопилота и тренирование вертолёта. Итак, включаем канал направления, далее мы выводим здесь сейчас ручку во взлётное примерно положение, это где-то 1 треть хода и чуть-чуть немножко вправо. Тренируемся и после этого плавненько добавляем общий шаг здесь, индикатор где-то до 10 градусов. Итак, поехали плавно добавлять и посмотрите, как отрабатывает автопилот. Педали я не трогаю, то есть сейчас полностью всё за меня делает автопилот. Добавляем плавненько. И есть у нас отрыв. Видите, вертолёт практически идеально взлетел. Тем не менее, видим, он немножко идёт назад. Для этого я не пользуюсь ручкой продольно-поперечного управления, а использую триммер. Можно здесь настроить кнопки триммера, там есть восьмипозиционная хатка, она на самом деле на РППУ находится. И благодаря ей можно тренировать вертолёт. То есть не трогая ручку, просто щёлкаете. Тример, видите, понесло немножко вертолёт влево. Я делаю один щелчок сейчас вправо и посмотрим, как он стабилизируется. Ну вот, смотрите, практически идеальное висение. Автопилот удерживает направление и на триммере всё нормально. Это называется контрольное висение для того, чтобы вертолёт полностью затримировать при взлёте. Потом периодически надо сесть и уже можно выполнять взлёт. Так что пользуйтесь триммерами, как и, скажем так, кнопкой непосредственно триммера на ручке, которая снимает усилия в реальном вертолёте. Так, и есть кнопка триммера. Давайте я даже покажу его в настройках управления. То есть вот есть кнопка триммер, кнопка и триммер сброс. Нос это та кнопка, которая в реальности снимает усилия с ручки продольно-поперечного управления. А здесь есть крен вправо, крен влево, тангаж положительный и тангаж отрицательный. Это триммер, ну, по сути говоря, как в самолёте. Мы можем тримировать вертолёт, что очень удобно для зависания. И даже с помощью него, например, я сейчас могу подать нос, к примеру, вперёд. Мы можем даже набирать скорость. Также в полёте вы можете парировать небольшие крены, если не хотите перетримировать ручку при помощи данного кнопеля. Ну, по триммерам и взлёту всё. Что такого основного я хотел сказать. Теперь перейдём к другим органам в кабине. Следующее, что мы рассмотрим, это нашу подвесную карту. Как она управляется и что надо, чтобы она нормально работала. Во-первых, сразу убедитесь здесь, что выключен вот этот вот тумблер. То есть, он должен быть в нижнем положении. Передача в диск сигнала с датчика воздушной скорости. И далее, если мы перейдём непосредственно к нашему приборчику, то здесь есть следующие органы управления. Сейчас без крекира, поэтому придётся подвигать. Здесь у нас присутствует индикатор включения-выключения самого данного прибора. Дальше переключение масштаба, если он есть. Не на всех картах сейчас доступно это переключение масштаба. И здесь, если вы хотите, ну, например, летите. Обычно полёт осуществляется по ориентирам и контроль. И вы видите, что сбилось перекрестие. Ну, или надо его поставить в другое место. То данная крутилка по вертикали, данная крутилка перемещает в нужную точку наш картографический прибор по горизонтали. Ну, в общем-то, по картографическому прибору так вроде как всё. Далее ещё при запуске вертолёта. Ну, правда, он вроде как установлен в правильное положение. Но, тем не менее, здесь на пульте контроля DIS-15D вот этот вот переключатель должен быть в положении работа. Теоретически он может быть в положении контроль. Кто-то или случайно зацепили. В общем, посмотрите при взлёте, что бы здесь находился именно в положении работа. Помимо этого, если вы осуществляете полёты зимой, то, наверное, вам интересно узнать, где у нас противообледенительная система. А находится панель вот здесь. Здесь у нас данный тумблер в автоматический или ручной режим. Данная кнопка выключает противообледенительную систему. Ну, и здесь переключаете двигатель, ПЗУ и стёкла слабо или сильно. И здесь видно ток ампер. Ну, давайте вот сейчас, например, переключим на какие-нибудь секции лопастей и посмотрим. Видим 0 ампер, далее переключаем вручную. И видите, сразу уже пошёл обогрев. Также можно переключить на остальные части и посмотреть, какой ток в них идёт. Это означает, что наша противообледенительная система работает. Если нажимаем «выкол» данную кнопку, сейчас автоматически, и нажимаем «выключение», то, видите, противообледенительная система выключается. Помимо сразу противообледенительной системы, здесь находятся пульты подсветки. Точнее, тут не пульты, а сами реостаты подсветки. Регулятор. Вот три регулятора. Их можно вращать и регулировать яркость подсветки, освещение наших панелей. Также за подсветку отвечает вот этот тумблер питания щитка спецоборудования. По ещё подсветке здесь у нас находятся огни строевые и все остальные огни. Вот три данных тумблера. Это стеклоочиститель. Здесь, кстати, обогрев тоже приборов и так далее, но он почему-то пока не реализован, видимо. И здесь стеклоочистители. Ну и подсвет в грузовой кабине главные выключатели. Это белым светом включает, это красным. Если вот на красный, то сейчас давайте посмотрим. Вот тут, видите, лампа загорелась красным. Ну или белым, соответственно, она горит белым. Это что касается противообледенительной системы и освещения. Теперь ещё кое-что добавлю по вооружению. Во-первых, опять же, ну я это говорил, но не забывайте, что вот этот вот тумблер главный, его обязательно включать. И здесь я хочу сказать о длине очередей. То есть у нас есть три варианта очереди. Это короткая, длинная и средняя. При короткой и средней, сколько снарядов, из каких типов подвесных контейнеров отстреливается, можно посмотреть в русском мануале на 78 и далее страницы. А вот если вы ставите длинную очередь в среднее положение, это значит, что всё вооружение, которое у вас подвешено, будет стрелять, пока вы удерживаете боевую кнопку. Поэтому если вы не хотите заморачиваться с отсечкой, привыкли работать, и чтобы вертолёт стрелял, пока вы удерживаете кнопку стрельбы, то тогда ставьте данный переключатель в положение длинное. И именно так оно будет работать на всех видах боеприпасов. Кроме того, по нарам я забыл ещё сказать, что перед тем, как применять нары, нажать надо вот эту кнопку взведения пуск. Иначе не все нары могут вылететь из вашего блока. Почему такое происходит? Потому что, когда запускаются нары, там есть такой бегунок, который кнопкой взведения пуск устанавливается в положение номер один. То есть первый нар выстреливается, и дальше бегунок бежит по кругу, сколько наров будет выпущено. Если вы не нажали кнопку взведения пуск, то в каком положении бегунок стоял, тот нар первый сойдёт. Например, если бегунок стоял на десятом наре, то вылетит первый десятый, потом одиннадцатый и так далее, а первые девять наров у вас останутся в блоке. Но пока вы не нажмёте эту кнопку. Так что перед применением помните и нажимайте данную кнопку. Теперь несколько советов по пилотированию. Наверное, первый вопрос, который может у некоторых возникнуть, это почему нет тряски при переходе с висения на горизонтальный полёт. Вроде как говорят, что так и есть. В отличие от Mi 8, Mi 24 практически не ощущается эта тряска. И вроде как всё смоделировано правильно. Далее давайте рассмотрим такое неприятное явление, как срыв потока на лопастях. И, соответственно, происходит сваливание вертолёта в правую сторону на скоростях свыше 350 км в час. Для этого обычно общий шаг даётся максимальный угол установки лопастей. Давайте будем разгонять вертолёт. На скорости где-то в 350 он начнёт заваливаться вправо. Как выйти из этого положения? Сбрасываем общий шаг где-то на 3-4 градуса и гасим ручкой на себя плавно скорость. Ни в коем случае нельзя пытаться парировать влево ручкой для того, чтобы пытаться вывести его из сваливания. Потому что это только ухудшит ситуацию. Как говорят опытные лётчики, в любой непонятной ситуации сбрасываем шаг и дальше приступаем к гашению скорости. Итак, немного я сбросил шаг. Скорость упала 340. 330, видите, далее падает. И вертолёт, соответственно, со сваливания выведен. Сейчас давайте я ещё раз наберу шаг и скорость. Итак, добавил я шаг, ручку от себя ещё раз посмотрим на то, как он валится. Сейчас летит он ровно, то есть я ничего не делаю. Скорость растёт и когда будет где-то 350, он начнёт уходить опять в правый крен. Смотрите, раз, пошёл, сразу же сбрасываем общий шаг и даём ручку на себя для гашения скорости. Если вы что-то передержите, неправильно сделаете или резко дёрнете, то может получиться вот такая вот ситуация. В том числе и с разрушением самого корпуса вертолёта. Поэтому обязательно надо сразу, как только почувствовали сваливание, из него выводить. Я, видите, тут он уже накоренился где-то вот так вот. То есть если он ляжет вот так, то уже может и сброс шага, ни РППУ уже никак не помочь. Вертолёт так и уйдёт в пике. Поэтому следите за скоростью и сразу же, как только вертолёт начинает крениться, в самом, говорится, начале, выводите его из этого опасного положения. По ещё одному моменту, когда висите в вихревое кольцо, есть так называемое, если вы снижаетесь быстрее, чем 2 метра в секунду, то вертолёт на висении может попасть, ну или точнее не может, он попадает в вихревое кольцо, поэтому на висении всегда следите по данному прибору за вертикальной скоростью. Снижение должно быть со скоростью не более 2 метров в секунду. Если в кольцо попали, то надо пытаться ручкой от себя, то есть даёте ручку от себя и пытайтесь набрать скорость для того, чтобы вертолёт вырвался с этого вихревого кольца. Но всё дело в том, что если у вас нет запаса по высоте, то выйти с него вы уже не сможете. Поэтому следите за показаниями вашей вертикальной скорости. Ну и есть ещё один лайфхак, который я для себя нашёл. Вот этот вот прибор показывает наш курс. Например, если нам надо лечь на курс 111 градусов, то по нему достаточно сложно вычислить, где точно находится тот курс, на который вы хотите лечь, если он не равен каким-то целым значениям. А на ИЛС у нас курс не отображается. Как себе помочь? Есть хитрое минимум Петровича. Нажимаете и видите верхнее значение, то есть не трогая, не перемещая голову. Если Петрович находится по центру, то и примерно наш курс, он более или менее точно тоже здесь отображает. Так что можно, скажем так, пользоваться таким чипом в виде Петровича. Также напоминаю про то, что у вертолёта в настройках есть меню особое. И здесь можно выбрать Ми-24П. Поставить упрощённое управление, это если вы хотите летать с клавиатуры. Триммер руля направления, это при нажатии кнопки триммера, также будут триммироваться ваши педали. Режим триммирования, ну, тут есть по умолчанию, джойстик без пружины, форс и фридбэк, и есть триммирование с возвратом центра. Я, как видите, летаю именно с этим режимом, походу привык уже на остальных вертолётах. Он удобен для джойстиков, у которых есть пружины, и когда вы его отпускаете, он возвращается в центр. При триммировании с возвратом центра, это вы нажимаете кнопку триммера, отпускаете джойстик, он возвращается в нейтральное положение, и в этот момент симулятор понимает, что триммирование завершено. Пока вы джойстик не вернёте в центр, триммирование не будет считаться завершённым. Поэтому, ну, я, в общем, пользуюсь таким режимом. Текстура, можно вывести английскую кабину, и здесь только надо перемещение рычага общего шага, если вы включили канал на высоту. Ну, и здесь кнопка фрикционно-рош, это, наверное, для каких-то продвинутых джойстиков. То есть, честно говоря, что она делает, не знаю. Но, по крайней мере, про это меню и про настройки триммирования тоже помните. И ещё один вопрос, который может у многих возникать, почему у нас постоянно в полёте горит то, что вертолёт наш перегружен. Дело в том, что сейчас выведена намограмма, это зависимость нашего взлётного веса от температуры воздуха и высоты над уровнем моря. Температура воздуха у нас в жёлтых квадратиках слева, высота над уровнем моря, и вниз, внизу, это наш взлётный вес. Так вот, скажем так, нормальный взлётный вес, как вы видите, написан 11500. Здесь показан текущий взлётный вес. Почему 11500? Это вес, который, скажем так, рассчитана вся конструкция вертолёта на долгую эксплуатацию. То есть, если вы будете делать какие-то эксплуатационные перегрузки и так далее, то есть, всё, что показано для этого вертолёта, там крен, разворот, скорость его, именно для вот этого вот веса. То есть, летая с этим весом, у вас конструкция вертолёта будет работать долго и надёжно. Если вы вес добавляете в перегрузочном варианте, то в данном случае пилотировать вертолёт, мы говорим, конечно, про реальный, в первую очередь, надо с большой осторожностью, потому что если вы начнёте уже входить в эксплуатационные перегрузки, то конструкции могут повреждаться, потому что есть перегруз. Ну и в игре, если вы поставите максимальный вес, то вы увидите, как и в реальности, что вертолёт летит, ну, очень вяло, набирает высоту. Попробуйте, если он перешёл в снижение, его потом вывести из пикирования и так далее. То есть, он очень шаткий, балкий. И если, например, изношенные двигатели, то вообще с максимальным весом могут вас не оторвать. Поэтому, ну вот если вы по намаграмме по этой посмотрите, которая видна, то при, например, температуре 30 градусов и нулевой высоте над уровнем моря, наш взлётный вес может составлять 12800, да, как вот примерно сейчас. То есть, мы с таким взлётным весом ещё можем оторваться, висеть, ну и, соответственно, потом по вертолётам мы с этим весом можем взлететь. Но при этом вертолёт, конечно, будет управляться как кирпич. Поэтому в реальности и часто на видео вы видите, что обычно вертолёт летает вот в какой-то такой конфигурации, то есть, все пилоны не загружены, и тогда наш взлётный вес примерно равен эксплуатационному. Если же его по полной загружать, то, как вы видите, уже версия у нас как бы перегрузочная. Поэтому учитывайте это для того, чтобы нормально пилотировать вертолёт и понимать, что от него следует ожидать. Чем больше перегруз, тем, соответственно, у нас больше будет, скажем так, нагрузка на конструкции и есть шанс, что какие-то манёвры, которые вы привыкли делать на лёгком вертолёте, на тяжёлом вы выполнить не сможете. Поэтому, если вдруг тренируетесь, то сразу тренируйтесь с конфигурацией вооружения, в которой вы и планируете летать, для того, чтобы знать, что ожидать от вашей винтокрылой машины. Ну, а на этом данное видео я заканчиваю. Надеюсь, оно было полезно. Всем удачных полётов!